Идёт же вода-то под мост, она никуда не идёт, а под мост. И перекроет и нам дорогу, и не дай бог люди погибнут. Если упадёт опора, то и отопление мы остаёмся без отопления. Не только мы, школа, садик, сахарный пузырь. А почему должно упасть? Потому что вся вода идёт вот в земле. Она же под землёй идёт. Я не знаю, как дальше будет. Та сторона стоит хорошо. А эта просевшая, хорошо она просевшая. Её в дороге видно, что она просевшая. Я говорю, подмоет, завалится всё. Это очень страшно. Здесь собрались жители улицы Нефтяной. Говорят, никак не могут достучаться до властей. Последняя надежда на телевидение. Они попросили нас показать, что происходит под президентским мостом. Скотина не провалилась, корова туда внутрь. Земля напиталась так водой, корова ногами провалилась. Вызываем дорогу, ремонт. А какая реальная угроза? Ну, я думаю, что до моста это подмыть сваи, это всевозможно. Вы понимаете, как вот падает машина. Как в Симферополе такой. Мост есть в мост. День течёт, два течёт, год течёт. А она течёт у нас уже лет 6 или 7, эта вода. При строительстве моста в 2000 году проходившие в посёлок коммуникации пришлось переносить. Год назад водопроводная труба начала регулярно давать течь. Теперь ремонтные бригады водоканала приезжают её латать каждую неделю. Со слов рабочих, которые сейчас ремонтируют с водоканала, они сказали, что труба была газовая, необработанная, ещё и бэушная. Они разрывают там полно воды, они ставят щёпик, завязывают резинкой и хомутами. Ставят хомут просто на всего. И всё. Они сейчас сказали, что трубу уже нет резона вообще. Ремонтируют, ищите, говорит, кто вам будет помогать. Из-за утечки воды страдают 14 семей посёлка. Вода в их дома практически не поступает. Четверо внуков. Ну как? И самим не помыться, ничего. У меня дом выше всех, и вода не попадает. Меньше моего мизинца струя бежит. Болер вообще не включается. Я вчера купала внучку. Сначала, чтобы набрать воды, я 40 минут вот так вот в ванну набрала воды, чтобы покупать ребёнка. Это возможно так жить? В туалет набирается 10 минут унитаз. А стирать вообще невозможно. Машинку не берут. За коммунальные услуги селяне платят исправно. Если бы мы не платили, мы платим, а воды нет у нас. И постоянно рвётся. И когда это сделают, неизвестно. Жители посёлка говорят, что обделены вниманием властей. А раз уж телевидение приехало, спешили рассказать о наболевшем. Отсутствие воды – не единственная проблема жителей улицы Нефтяны. Здесь нет газа и уличного освещения, магазинов и аптек. Общественный транспорт сюда практически не ходит. И вот так выглядит единственная детская площадка. При строительстве моста произошёл разрыв электрокабеля, проходившего под ним. Строители сделали воздушку. Сказали, что временно. Так она уже висит 15 лет. Территориально наш посёлок относится к Кенкерманской администрации. Глава нашей администрации знает наши проблемы. Неоднократно мы обращались по своим вопросам. По воде, по отоплению, по электролене. Мы же живём практически в лесу. У нас нет уличного освещения. Дети приходят со школы. Утром идут в детский сад. В темноту. Хорошее длинновение ветра, она упадёт. Уже всё. Она еле дышит. Дача ещё хуже опоры. Улица Нефтяная находится от посёлка Сахарная Головка в полутора километрах. Протянуть газ к домам несложно, считают люди. Но решить проблему не удаётся уже несколько лет. Баллонный газ. 750 рублей стоит один баллон. И его хватает на два месяца. Но это мы двое. А вот у Беседина у неё 11. Вот сколько она платит за газ. Автобусы на эту улицу приходят лишь рано утром, чтобы забрать людей на работу. Домой они возвращаются пешком. О проблемах жителей посёлка мы сообщили в прислужбу правительства Севастополя. Там порекомендовали, чтобы лёд тронулся, жителям улицы Нефтяной необходимо написать официальное письмо обращения на имя губернатора Севастополя.